Сделать всё супер реалистично, с качественными диалогами, с подходящими актёрами, с идеальной режиссурой, идеально технически. И вот тебе будет фильм 8 из 10. Например. Ну что ещё? Дальше они все даже это могут. ЖИТЬ ВЕЧНО! Вот тебе очень много донатят. Очень много? Извини за личный вопрос. Ну вы это всё переоцениваете на самом деле, вы переоцениваете донаты. Даже если бы я показал бы, сколько мне задонатили за всё время, да, за всю жизнь. Ну чисто именно, взять просто донаты с этого, с этого вот Donation Alerts. Это единственный сайт донатерский, который я юзал, ну, куда, типа, деньги вы можете присылать и сообщения посылать. Даже если взять всё, что там пришло за всю жизнь, на самом деле, ну, это не так много, как вы думаете. Это вот, если бы ты, как бы, не знаю, вот, подумал, да, вот, отратить денег, как оно, куда тратится, что, сколько стоит. Там, допустим, постоянно покупать еду, постоянно там за что-то платить и т.д. Это не очень много, это не прям много. Мечту я тебе не буду свою называть. Я всем говорю, что вот, я мечтаю жить вечно. Это не вы, самая топовая мечта, которая может быть. Всё остальное я не отвечаю. Это слишком лично. То есть, по правде, вот, ответил. Мечтаю жить вечно. Больше ничего говорить не буду. Куда уходят деньги? Ну, типа, на полезные вещи. На какое-то, ну, то есть, так сказать, развитие. Инвестирование, псевдоинвестирование, я не знаю. Ну, или просто лежат. То есть, одно из трёх. На хуйню не уходят. Я всегда отвечал донатерам, что не покупаю фигни, ничего лишнего стараюсь не покупать. Только самое важное, что мне реально нужно. Ну, короче, суть в том, что там их не очень много. Там нету такого, что прям их настолько много, что тебе их некуда девать. Ты их тратишь на какую-то прям вот хрень. Нету такого, что прям много очень денег. У меня такого никогда не было. Я не понимаю, может ли такое вообще быть у СНГ-стримеров. Я уже много раз объяснял, что стриминг там в какой-нибудь Украине, России, Белоруссии, это не какая-то там супер-мега прибыльная деятельность. Ну да, это круче, чем средняя работа. Это круче, чем даже, наверное, опять же, высокооплачиваемая работа. Но смотри, как ты занимаешься стримингом. Вот, к примеру, я последний год уже на расслабоне этим занимаюсь. Я особо, ну, как бы, ну я, ну так. Ну, вы знаете, я и меньше стримить стал, и меньше времени стримить стал. Я почти полностью перестал стримить хайповые игры. Я и из доты ушёл, и вообще многие мультиплеер игры перестал стримить, потому что мне не нравится. Хотя, очевидно, для стримера топовый контент это мультиплеер игры и хайповые игры. Это всегда был топ-контент для любого стримера, правильно? Но меня это даже не волнует уже. Мне вообще, как бы, ничего особо не волнует, просто себе, ну. Ну, не то, чтобы прям фафан стрим, я бы не стал стримить просто чисто бесплатно, но я как бы не парюсь, вот И, короче, ну, даже если ты посчитаешь деньги, к примеру, за сегодняшний стрим, вот, смотри, когда стрим начался Это так кажется, что много, это кажется, вот, вот начало стрима, допустим, вот Кажется, что вроде как, ну, типа, много денег, но на самом деле, ну, если ты посмотришь, донаты же все почти там 250 А курс рубля, к примеру, курс рубля какой сейчас? Over 80? Плюс комиссия, плюс вывод денег с сайта И так еще бесконечные комиссии, потом вывод денег с платежной системы Ну, короче, бесконечные проценты везде платишь, бесконечные Если ты так посчитаешь, даже за стрим, на самом деле, ну, нету таких сумм, чтобы ты там разбогател Плюс бесконечные комиссии, чел, ты, в общем, все преувеличиваешь Нету никакого там большого прям количества денег Что смотрите? Домик болеет, наверное, это лишай Согласен, малек Домик же не живой Это какой был доктор? У вас же только один доктор Дедушка Исидор Он хороший доктор Верочке он дал такую притирку из травок и почек И через неделю прошло Только пришлось ей подстричься Если ты заболеешь, то сразу к нему иди Он тебя сразу и вылечит Спасибо, малыш, это очень хороший совет Сразу отправлюсь к нему, если вдруг заболею Ха-ха-ха-ха Вот это, конечно, рофл Сразу отправлюсь к нему, если вдруг заболею То есть, если вдруг заболею, сразу на кладбище Ты чего, это грустный? Значит, говоришь, дом болеет Ты же видишь Папа сказал, это сажа По-моему, это не сажа По-моему, тоже По-моему, у меня глюки какие-то У меня тот чел, бакалавр, что-то со мной сделал Ну, дом не живой Он не может болеть? Почему ты не живой? У нас тут все дома живые Да брось ты Их строят из камня и досок А вот и нет Они дышат и разговаривают Правда-правда? Не веришь? В твои годы со мной что-то только не разговаривала Бля Че за блядство Почему ко мне уже равнодушны? Ко мне вроде лучше относились На ощупь вроде шершавая Ты сам не трогал? Левша Это мое будущее Ну, поймут не только лишь все По виду жирное что-то Как там было-то В той поговорке Что это? Только быстро что-то растет И налет не такой Оно появилось моментально Пришел бакалавр И у меня Бзум Че-то пропал Ну, черный кран пошел А потом Типа я проснулся И появилась вся какая-то хрень Че за блядство Так это по-настоящему? Переход на гавгавычи Гавгавычи все тоже невидимые Как и коты Вот тут им не хватило Технических возможностей Вообще никак Вот собаку и кошку сделать Ну, это прям В кои-то веки удалось коту С печки спрыгнуть И то лапки отшип Все такие мудрецы Прям, прям, ну В скобочках нет Я нашел в доме отца Записку с ключом Подписано Инициалами ВО Это вы передали ему Заводской подвал? Надеюсь, вы не сказали Об этом моему отцу Который такой же ВО Как и я И которому, собственно Принадлежит весь завод Со всем его содержимым Включая рабочих Ого Вы пошли против своего отца? Как так вышло? Отец воспринимает уклад Как свою собственность Рабочую силу Проекта Бэков Это, походу, есть рабство Как дальновидный Рачительный хозяин Я собираюсь заготовить Более плодотворные И эффективные основания Для нашей промышленной империи Вы понимаете меня? Не вполне Я хотел бы возродить уклад И вернуть ему достоинство Меня увлекают ваши традиции В них содержится Немало удивительного Явлений на грани чудес Я решил предоставить Вашему отцу Возможность заниматься Некоторыми исследованиями На эту тему А Вообще Все как-то Непонятно Я бы думал на Большого Влада Но как бы Большой Влад Помог же Мне отмазаться Хрен его знаю Чем он там занимался Мне кажется Он изучал то Как соединяются Некоторые вещи Делал какие-то экстракты Из органики Разного рода Может быть Я найду Какой-то Трактат Как травы соединять Потому что я до сих пор Не знаю Что это за дом такой? Термитник Мать Бодха согреет твои следы Яргачин Дайте-ка Напомню себе Значение слова Яргачин Я знаю Но я напомню Ну да Ну да Возьми денег Мы собрали тут много Скажи там Чтобы впустили нас В короб Мы боимся В короб? В термитник что ли? Зачем он туда? Там плохо Душно Тесно Высоко И повсюду бетон А мы привыкли к земле Но там безопасно А чего вы боитесь? Беда идет Яргачин Сам же все понимаешь А там внутри Тая Дочка старейшины Тычика Она защитит нас От всех напастей Беда не коснется Места в котором живет Она Наша мать Настоятельница Какая беда? Говори я с ней Скажи им Чтобы нас пустили Толстый Влад Послушаю тебя Возьми деньги Только скажи ему сам Бля К нему сейчас идти Давайте попробую Сколько ты мне денег дал? Я не почувствовал даже Где деньги-то? Я не почувствовал твоих денег Если честно Сколько мне денег дал? Я не почувствовал Я не могу сюда зайти Или что? Походу мне надо идти К толстому Владу Блин Пусти по-хорошему Может договоримся Как-нибудь Сто монет хватит? Окей Только кладу иди А эти упыри То же самое думают? Ладно Ну блин Сегодня к нему идти Починить А что это такое? А у меня есть запчасти Я могу себе какой-то чай делать Сколько времени потерял На починку Теперь я тебя слышу Говори только слова Береги Кукла человека Не понимаю даже Что выбрать Какой ответ Мой старый добрый собеседник С кем тут еще поболтать Как не с самим собой Он бы сказал сейчас Это наш настоящий дом Здесь можно работать Да Где работаешь Там и есть настоящий дом Хотя здесь Никогда и не был Здесь есть место Для ночлега Тут можно хранить Полезные вещи С собой все не унесешь Это очередная Так сказать Инфа от разработчиков Типа сам собой Разговариваешь Здесь можно оперировать И главное Делать лекарства Знать бы еще как Живи тут сынок Живи и работай Работай Здесь теперь твое место Здесь можно делать все Например Разговаривать со своей детской игрушкой Ну что же Олембик готов Руки у тебя золотые Теперь вспоминай Для чего он нужен Помнишь что такое Улмар Да конечно Тинктура На основе травы Верно Тинктуры Основа любого лечения Степь подарила нам Несколько удивительных трав Твиль Царица растений Савьюр Сечь Белая плеть Чем они так хороши Ну во первых Они проявляют симптомы болезни Я говорю сам собой Но не понимаю О чем я говорю Это конечно круто Как будешь готовить Тинктуру Я не знаю Сочетание двух трав Уненте Чистая вода И две любые травы Из тех Что я перечислил А я что помню Что ты перечислил Записать бы И травы И воду Найдешь прямо здесь Посмотри в шкафах И в укладках И приготовь один Улмар Попробуем Блядь Я не помню что перечислил Тинктура Хорошо Сейчас мы будем учиться делать Контент Почему я весь зеленый Почему Где мои слоты Что происходит А знание менху У меня что появилось Мой отец Практиковал Степную медицину Похоже мне Пора идти по его стопам Тинктуры Варят из степных трав Твири Савьюра Сечи И белой плети А где мои делись Тинктуры Варят на чистой воде Из бочек Или колонок Сделать тинктуру Нужна вода У меня нету слотов Нету Ничего у меня Что это такое происходит Какие вы что-либо Сделать Если я Аааа Это я Что происходит Так я не могу Ничего сделать У меня нету Ни хрена Мне надо Взять сначала Траву Вспомни то есть Я не вижу Где что брать Как Блять Окей Найс мне сундук Мне нравится Лайсирую И что будет Флакон Не бывает стримов Чтобы не чихнуть Окей Давайте посмотрим Тинктура Тинктура Зурх Повышает иммунитет Проявляет симптомы И съедать ее больному Тинктура Медрел Повышает иммунитет Проявляет симптомы И съедать ее больному Так чем они Так чем они отличаются Это я сейчас Типа отцом А то я сижу на полу В прошлом Это воспоминание Так Пока мать болеет Пускай не подходит К ней Давай посмотрим Твою сестричку Профилактика Профилактика Состояние в опасности Нужны иммуники Что удавать На Вы сделали все Что могли Хорошо Приступим к лечению С чего всегда Начинаем перед мешательством С осмотра Боль Наш верный помощник Она говорит о том Что ты еще жив Она подает сигнал бедствия Но пока человеку больно Мы не сможем узнать На какой глубине Орудует болезнь Сначала нужно проверить Уровень боли Обходись морфином Лекарства из аптек Вполне годятся Для наших целей Все хорошо Что позволяет обойтись Без разреза Окей Так Ой сложно Нужно обезболивающее Окей Нужна диагностика Кровь, кости, нервы Как Дальше Что делать Теперь вспомним Самое важное Ты помнишь Что такое метэ Кости, нервы и кровь Странное кстати деление Где здесь кожа И внутренние органы И внутренние органы Почему кости Не последний уровень Глубины Что самое важное В этом знании О метэ Знание метэ Болезнь Болезнь всегда живет В одном из них В начале По крайней мере Как соотносится С уровнями глубины Улмары То есть разные виды травы Каждое сочетание трав Связано с одной из метэ Глубин Ну логично Для простоты Ты связывал их с цветами Белые, желтые, ржавые Бля А я чувак А я ебу что ли Я вроде уже сделал Три разного цвета Вот они у меня есть Только я одну отдал Блин Давайте красную С этой Окей, желтая Все Улмар Каждого цвета Работает со своей глубиной Каким образом? Он открывает симптомы Которые к ней относятся Это теперь симулятор доктора Или что? Верно В чем заключается трудность? Симптомы могут быть обманчивы Один симптом Может относиться К нескольким метэ Блин Я не знаю Зачем еще тут выборы? Если я мог бы сам Рассказать Вернее я сам себе Мог бы рассказать В скобочках вспомнить Один симптом Может относиться К нескольким метэ При этом От каждой тинктуры Будет возрастать боль Открывай симптомы И вычисли пораженную метэ Пострадать ему Как можно меньше Улмаров Все необходимое у тебя есть Блять Ну Сложно Ну сложно Ну ведь сложно Ну ведь не просто Так Как сделать диагностику? Диагностировать Диагностировать Диагност Раздыхание Это в крови Или нервах Кровь Нервы А че Не может быть Передозировки морфия? А что дальше? Ну белая мне уже не нужна Правильно? Потому что это не в костях Ай Лихорадка Это может быть что угодно Сука Сложно Ай А Продолжение следует... Теперь оно не сработало? Никак? Я хочу давать белую? Мы же исключили кости. Мне нужна оранжевая еще одна. Я забыл, как делать оранжевую. Может быть так? О, ура! Я угадал. Я не знаю. Кожа стала сухой. Стала быть кровь или кости. Диагноз определен. Выберите правильный антибиотик. Я определил диагноз. Только один, правильно? Кровь или кости. Что-то сложно стало внезапно. Почему тут бык нарисован? Для лечения больных нужны три типа лекарств. Окей. Бля. Мне нужны антибиотики. А где они? Мне нужны антибиотики. Сложно? Тут я не понял. Как антибиотик сделать? Что такое антибиотик? А, у меня есть антибиотики теперь при себе. Так. Это в крови или в нервах? Стало быть, кровь или кости? Давайте так, кровь. Выправляет слой нервов. Выправляет слой крови. Окей. Процедура прошла успешно. Вы сделали все, что могли. Теперь поможет только чудо. Видишь, не так уж все сложно. Со временем вспомнишь все, ты станешь хорошим целителем. Я буду тобой гордиться. Это сложно. Но трудности я боюсь. Это сложно и трудности я боюсь. Жаль, что ты этого не увидишь, отец. Мэби не жаль. Я не уверен, что я захочу профессиональным врачом оставать здесь. Помогать всем. Так. Сечь. Я пошел, что ну. Что-то сложно здесь. Ну, у меня есть своя баса ганша. Это та со знаками вопроса. Боярла, мать бодхо согреет твои следы. Я вся для тебя, хоэрхэн. Это неплохо. Хоэрхэн. 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 Нет таких слов. Как тебя зовут? Значит, совсем не помнишь? Хоэрхэн. 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 помогите великие силы стоит ли это пытаться переводить этот это ты ю ун это ты что хун это ты это ты что человек я ничего не понимаю я не могу бля но ты все-таки не бесчувственный как бы жестоко не вел ты себя все равно я тебя не оставлю нет у меня на тебя обиды так смотри же когда меня вспомнишь когда узнаешь зачем тебе я чтобы и у тебя обиды на меня не было обещаешь ли обещать не могу не знаю чем речь не гони меня мы с тобой крепко связаны я для тебя запомни хотя бы это я марбер хэ какой что за я марбер хэ басаган бай а это молодец девочка ладно ну пригодится наверно басаганочка агеса заглой плюс 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 лучше иметь басаганшу наверно не знаю не уверен посмотрим так я сильно хочу спать ну часика 3 можно поспать наверно но это много блин я никуда не успею ну 2 например эй что я что происходит что что мне с иммунитетом что за сны страшные что там там ничего нет вы дураки с ханом что ли помириться я помню кто вы такие вы из того отцовского списка удурк хорошо хоть не удмурт ё-моё что ж так сложно удурк пройди уже игру мы думаем что за дверью твой отец но может быть и он восьмой уже тоже немного там ты уже знаешь кто это нам тоже очень интересно что за этой дверью ничего почему нет почему почему вам интересно что такое удурк я открою с этой стороны как вам такое как вам такой поворот никак походу этого никто не предусмотрел я не поспал вообще-то что за хрень я не поспал в смысле день подошел к концу как он мог подойти к концу как-как-как-как-как другие дела еще можно успеть с каждым днем время летит да можно правильно пахнет какой-то невеселой загадкой все быстрее но я так и не поспал мне спать не дают день заканчивается и наступает ночь дай поспать она тоже пройдет незаметно ну если поспать и что-то будет упущено безвозвратно наконец-то поспал давайте теперь поедим мы не мог поспать два раза поспать не дали ужас какой ты не своруешь мой контент я ему доверять должен а где моя басаганша делась вот они быка привел моего ха сайн байна здравствуй ну херни ищешь свою корову быка да мы хатанги не обманываем друг друга надеюсь однажды он их прям разговорится предупредит об опасности говоришь предупредит ну херни ты мне поверил тебе из этого сдастся мать бодхо мне свидетель суок мне свидетель боярла хайла спасибо назову его нечаянная радость здорово бык хе-хе-хе чудо бык ну как скажешь чего-нибудь храбосоли да нет нет значит имя тебе надо бы дать а так да а что назову тебя ну хер товарищ чтобы ты меня не подвел как-нибудь дугай молчаливый надеюсь долго молчать будешь мунхэ вот такое будет твое имя вечность мунхэ да так хорошо заходи чё не стесняйся чё ты не заходишь я не знаю клят 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 Продолжение следует... Что ты хочешь сказать? Продолжение следует... Прольется кровь... Продолжение следует... 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 ... Продолжение следует... 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 Ему горько, что он не дождался тебя Но он сказал, даже если бы ты успел, ничего бы не изменилось Вдруг говоришь? Интересно Я хочу отдохнуть, ты потом приходи, хорошо? Сейчас неплохо Сделай так, что я мог поговорить с отцом Я уйду Ну это был необходимый поступок Страшный, жестокий, но необходимый Это была прививка Отец, ты слышишь меня? Мне нужно каяться, не в чем оправдываться Надо было так поступить еще тогда, 5 лет назад Когда была первая вспышка Но тогда мне не хватило смелости Слишком быстро она распространялась Как пожар по сухой траве Кто тебя убил? Ты говоришь не со мной Трудно будет и страшно будет И жалко людей, которым это окажется не по силам Кто-то умрет, многие умрут Но все равно нельзя было продолжать жить так, как мы жили прежде Чем отличались мы от животных? Так природа устроена Сильные выживают, слабые нет Сильные выживают, слабые нет Сильные выживают, слабые нет Сильные выживают, слабые нет Субтитры делал DimaTorzok Мне и так попросили добавить чат, ну, для книг. В смысле, добавлять чат для обсуждения красоты косметики. Если у меня, как я показывал много раз, процент, ну, зрительниц, это 3%. То есть, ну, большинство это зрители, а не зрительницы. А им это зачем обсуждать? А? А? Может еще чат для геев добавить? Нет, конечно. Полегчало нашей бабушке, пореже дышать стало. Красава. Это она? Ты сказала, что покажешь, как разговаривать с мертвыми. Да, по-другому. Ну так идем. Только не шагай быстро, потому что у меня короткие ножки. Обижать меня нельзя. Почему? Невежливо? Да, земля обидится. Она ведь живая. Давай, на руках понесу. Что мы... И зачем мне тебя любить? Вовсе мне не зачем тебе... Почему мы телепортировались? Ну, давай, показывай. Слушай, как растет савьюр. Ты же с папой своим хочешь поговорить. Я еще раз могу? Хочу. Ну вот, говори теперь. Как? Ты мне что, голову морочишь? Сам миновал, связался с малышней. Да... Что же это чумаса-то такая? Пока, ворчунья. Ворчунья, блин. Драчунья. Что происходит? Бродяжка слышала голоса покойных в простом шуршании трав. Даже злится, нет сил. Зато у меня теперь есть травы. Собрал все травы. Разговоры с мертвыми убивают ласку. Так я ее убивал, когда я заставил поговорить с батей. Ну, что ж. Сделаю вид, что мне не похуй. Бля. Я на краю земли. Никуда я не успею, вроде уже. Как мне выпрыгнуть? Это упырь? Это упырь? Опять он заспамился заново? Ри, пупырь. Да хули ты заново спавнишься, урод? Получи свое. Мусор. А, это мое. Как вертинос есть. А. Ну, бывает. Почему у меня жизни мало? Да я чувак, а я ебу, что ли? Вскрыть они узнают. Вскрыть они узнают. Почему они узнают? Кто они, блин? Как вообще узнать можно, когда я его ночью вскрою? Как? Ну, это же невозможно. Ну, будем объективны. Подрубим объективный че. Берлога Гаруспика. Тут меня ждут, собственно. Здорово. Дождались? Это те челики, которые меня помог захоронить куклу. Значит так. Смотри глазами, а ушами слушай. Мы тебе верим, и поэтому берем тебя в игру. Ого, это серьезно. Киса. Что за первый? Не, что за... Верю, верю, что за игра такая. Не, что за первый? Тот самый, которого все ловят. Который старика, то есть отца твоего. Лол? Вы что, видели его? Мы видели то, что он оставил у нас в игре. Это хватило. Что за игра такая? Так, объясняю кратко. Есть места. Их много в городе. Мы оставляем там послания друг другу. Оставляем вещи, как подарки. Проверка на чутье. Кто разгадает, идет следующий круг. На жадность тоже. Кто только берет, а не кладет. Или кладет что похуже, выпадает. Не важно. Не об этом тебе надо знать. Ну, а о чем тогда? Убийца там оставил вещи этой ночью. Кое-какие вещи старика. Кровавая чего-то. Страшную записку. Он да знает, что мы захотим его споймать. И всех нас видит, знает и читает. Короче, было от чего встревожиться. Где эти вещи вы нашли? Два места здесь. Плотина и бушприт. Придешь туда, увидишь, сразу все поймешь. Возьмешь оттуда что-то, сам чего-нибудь оставь, раз уж играешь. Уважай правила, иначе все разрушишь. Хорошо. Стоим тут, дожидаемся тебя, как дураки. Спасибо, что дождались. Я успею. Последнюю монету придется отдать. Ну, этот, ноготь. Жаль, он, ну, нормальные ногти не берет. Хе-хе-хе. Упырь, сука. Тупо упырь. Упырь, упырь. Забрал ноготь. Сложно. Так, где это место? Мне осталось буквально чуть-чуть. Надо мост перейти или что? Блядь. Ну и что прикажете делать? Так это, это вообще плохо. Чего, блин? Туда нельзя попасть. Я сря потратил контент. Это вообще тупо. Ну, что еще? Дневное напоминание. В чате решетка книги с субботы по воскресенье. Будут проводиться мюзиклы и спектакли. Внимание. Во время антракта запрещено обсуждать правые и левые политических позиций, идеологии и партии. Короче, плохо дело, но загружаться я не буду. Что теперь делать? Я теперь полностью потерялся. Я не могу попасть на ту сторону, тут прохода нет. Шок. Хоть мусорку залутаю. В которой ничего нет. Блин, это грустно. Минус ноготь. Может я в цитру успею дойти? Ну, что вряд ли. Дай патронов, челик. Отмычку за сухарь. Он даже так не хочет. Я голоден? Класс. Пора подыхать. У меня больше нет еды. Бля. А где, короче... А, вот здесь органы можно... Ну, это... Ай, как... Мне нужно было сюда выходить, лол. А не плыть на лодке. Я вот так вот мог выйти. Это бред. Хоть что-то. У меня еды нет. Мне нужно покупать теперь еду. У меня нет выбора. Сдохнущая. Rip in pieces. Это упырь? Давай. Тей, стоп, стоп, стоп. У него что-то есть. Бля. Ну, я возьму заточку. Давай. Чё-то... Отходишь. Ого! О! Орджет, орджет. Получил? Пуговица. Блядь. Да почему ни хрена в свертке, нет? А где его нож? У него был нож, но я не смог с него залутать нож. Разве это справедливо? А, уже 7 дня, всё, конец. Наигрался. Нет места ни на что. Да проданьте мне патронов кто-нибудь. Кофе. Тут пройти можно? Чё-то стуки. Как в театр войти. Маби... Маби это вход? Нет. А где вход? Я в прошлый раз не нашёл вход. Я в этот раз не могу найти. С этой стороны прохода нету, блин. Короче, здесь всё закрыто, и здесь всё закрыто. Тут камни. Справедливо. 7.15. Так, чё за... Я не знаю, как войти в театр. Я с какой стороны не подхожу, он закрыт. Никогда сюда не придут. Он всегда закрыт. А ещё я есть хочу. Чёрт подери. Ура. Я умею творить чудеса. Клара. Я руки вот так на человека накладываю, и у него... Ну, там, мрак какой-нибудь, опухоль, крови... Я не разбираюсь. Просто меня Господь любит. То есть, ты добрая. Три года назад мы нашли средства ТИФа. Наконец-то день три. Четыре года назад. От Южной Холемы. Он начался день три или что? На акварий зайти, походу. Год назад. От быстрого штамма Оску. Наука умеет всё. Местная медицина. Местная медицина умеет многое. Хотя после учёбы я был и решил, что всё это дичь и варварство. Но порой она и впредь помогала. Но... Похвастались друг перед другом. Как дети мамы. Право слово. Кончайте свой нелепый консилиум. Без клапы. Никакая медицина вам тут не поможет. Так, ну... Второй день прошёл хуже, чем первый. Я сдох. Я вздыхаю с голоду. Я потерял ноготь зря. Мне придётся, короче, дома лутать. Потому что я умру. Хотя не факт, что я в домах найду что-нибудь. Даже сейчас... Блин. Короче, плохо всё. Мне даже негде засейвиться. Мне нужно хотя бы найти, где засейвиться. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok